Затонувший танкер Делфи будут усиленно охранять до конца курортного сезона. Муниципалы дежурят и на вышке, и непосредственно на воде. Представители спасательно-водолазной службы горсовета постараются оградить отдыхающих от новой одесской достопримечательности в их же интересах. Сюда приходит очень много людей с детьми. Ну, слава богу, вот один прецедент, что действительно полез. Но вы понимаете, не лезу только по одной простой причине, что здесь как бы вода сейчас холодная, и не каждый пойдет. Вот если вы видите, там пирс, и вот волнорез, и он лежит прямо на волнорезе. То есть на него можно просто элементарно зайти. Актуальность проблемы не вызывает сомнений, ведь только в понедельник нетрезвый вооруженный мужчина пытался попасть на танкер. Он попробовал зайти на судно через траверс. Спасатели задержали дебошира и вызвали полицию. Сам пляж, известный в народе как Старик, это часть побережья Дельфина, закрывать не будут. Но гражданам не рекомендуют на нем отдыхать. Купаться в районе Делфи небезопасно. Помимо каменистого дна, в воде могут находиться металлические конструкции, отколовшиеся от судна. Здесь установлен стационарный пост спасательный, где наши сотрудники несут службу в усиленном составе в количестве двух человек. Плюс обслуживается со стороны водной части нашими транспортными плавсредствами. На пляжах муниципальных провели водолазное обследование. На данном участке почему усиленный пост? Все дело в том, что остатки судна, которые до сих пор терпят разрушение, дно очень сильно загрязнено металлическими отходами. Сотрудники службы будут дежурить в дневное время суток, а круглосуточно лишь в выходные и на праздники. Поэтому просят одесситов и гостей города быть сознательными и не вестись на сомнительный соблазн посетить затонувший танкер, который так и непонятно, когда уберут. Если говорить по-простому, пост установлен для того, чтобы ограничивать тех граждан, для которых социальная ответственность уходит на второй план. А самое главное – запилить фоточку в Инстаграм. Но если человек не заботится о своем здоровье и своей жизни, то эту миссию кто-то должен взять на себя. Константин Гречан и Владимир Ивжич, телеканал «Репортер».